Друзья, рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале. В нашем сегодняшнем обзоре будут две новинки от компании Yamaha. Одна из них это колонка MusicCast 50 и вторая новинка это сабвуфер MusicCast Sub100. Для начала следует понять, для каких задач вообще могут использоваться подобные колонки и кому они могут быть интересны. В первую очередь это, конечно, мобильность, то есть вы можете переносить по всей квартире из комнаты в комнату, она фактически привязана только к розетке, больше никаких проводов вам не нужно. Второй немаловажный момент, что современные акустические системы подобного класса в основном ориентированы на какой-то онлайн-контент, либо это все у вас передается с планшета с телефона, либо по сетевым каким-то протоколам, это интернет-радио, всякие музыкальные сервисы и прочее. То есть в данном случае вы не привязаны к каким-то физическим носителям, будь то компакт-диски, жесткие диски, серверы и прочее. И третий, на мой взгляд, важный момент, это абсолютная универсальность в плане воспроизведения, то есть вы можете слушать музыку разных жанров, можете подключать ее к телевизору, к компьютеру, к мобильным устройствам, к чему хотите. Здесь масса настроек через приложение, то есть вы можете делать эквализацию звука, можете добавлять сабвуфер, о котором мы поговорим чуть позже. И в данном случае вы получаете абсолютную свободу в плане настройки звука и расширения системы на перспективу. Ну и это, как вы понимаете, еще не все функции, о которых я сегодня расскажу. Дальше будет интереснее. Поехали. Пару слов о дизайне колонок. Они имеют овальную форму, довольно небольшой размер, весит 4,5 килограмма, то есть ее удобно переносить с места на место. Сверху у них soft-touch пластик, на котором сделаны сенсорные панели для управления, если вам понадобится управлять не с мобильного устройства, а непосредственно с колонки. Имеет металлический гриль, под ним спрятаны четыре динамика, ближе к центру у них два босовика по 10 сантиметров, ближе к краям два твиттера по 30 миллиметров диаметра. Вы уже обратили внимание, что в названии колонки присутствует слово MusicCast. Это является фирменной технологией компании Yamaha. Технология ведет свое начало с середины нулевых годов, с тех пор она непрерывно оттачивалась. Наверняка у многих из вас уже успел возникнуть вопрос, а что же такое технология MusicCast? Что она из себя представляет и как с ней работает? Основная концепция технологии MusicCast все-таки это объединение колонок в единую сеть, будь то проводным, будь то беспроводным способом. То есть вы получаете единую домашнюю сетевую среду, в которой у вас установлены разные колонки, не только эти, а все поддерживающие технологии MusicCast. То есть вы можете передавать контент либо на каждую из колонок, либо на все одновременно, либо разный контент на выбранную вами колонку. И всем этим массивом можно управлять благодаря мобильному приложению MusicCast Controller на разных операционных системах и на разных устройствах. В данной колонке представлена модификация MusicCast 2. Она теперь имеет двухдиапазонный Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц, и также новая функция MusicCast Tereo, MusicCast Surround. То есть вы можете подключать колонки между собой, либо можете их использовать как тыловые динамики в составе вашего домашнего кинотеатра, будь то саундбар, либо многоканальный аудио-видео-ресивер. И несколько слов давайте посвятим управлению системы. На верхней панели имеется специальный ряд сенсорных клавиш, которые переключают функции и меняют режим устройства. Справа мы видим клавишу включения колонки, она же является по совместительству клавишей Connect. Она же одновременно служит для соединения колонки к приложению MusicCast. Следующая клавиша Sars для переключения режимов колонки, смены источников. Далее мы видим блок из трех клавиш. Они служат для вызова заранее запрограммированной функции. То есть не прибегая к помощи телефона, вы можете нажатием одной из этих кнопок вывести заранее запрограммированную функцию, будь то радиостанция, какой-то определенный источник, либо другая настроенная функция. Следующие идут клавиши управления громкости плюс-минус, и последние клавиши — это будильник. Одновременно все изменения функции дублируются у вас на противоположной светодиодной панели. И если по какой-то причине вам не очень удобно пользоваться сенсорной панелью, то вы можете воспользоваться приложением Musicast, собственно, это основной инструмент управления системой. Вы также те же самые функции можете вызывать буквально одним кликом по соответствующей иконке. Допустим, вот сейчас выбираем интернет-радио-станции. То есть вы видите, что те же самые функции можно управлять и с сенсорной панели, и с приложения одновременно. Давайте рассмотрим способы соединения колонки и стандартной коммуникации. Колонка поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi частотой 2,4 и 5 ГГц. Также она поддерживает протокол Bluetooth 4.2 и стандарт AirPlay 2. И теперь давайте посмотрим, что расположено на задней панели колонки. Итак, что мы видим на задней панели? Слева у нас находится AUX ход 3,5 мм, рядом с ним AUX номер 2 — это RCA тюльпан, левый правый канал. Также интересной особенностью является наличие на задней панели оптического цифрового входа. Вы можете подключить Musicast 50 к телевизору и использовать ее как саундбар. Следующий сервисный разъем вы вряд ли им будете пользоваться. И далее идет RJ45 разъем для подключения по LAN. Musicast 50 по сути является музыкальным хабом. Имея на борту два аналоговых и один цифровой оптический вход, также Bluetooth, Wi-Fi, LAN-разъем, данное устройство можно превратить в центр домашней развлекательной системы. Друзья, и как я анонсировал ранее в этом выпуске, несколько слов посвящу кабуферу Musicast Sub 100. Это интересное решение, которое предназначено именно для колонок версии Musicast, то есть Musicast 50 и младшей модели Musicast 20. Для чего он нужен? То есть если вам не хватает по какой-то причине уровня баса, если у вас слишком большое помещение, если вы хотите нарастить вообще общий уровень звука, то в принципе можно прибегнуть к покупке сабвуфера. Лишним это не будет. В идеальном варианте вы вообще можете сделать систему Тайфоник, то есть 2.1. Вы добавляете две стерео-колонки и к ним докупаете отдельный сабвуфер Musicast Sub 100 для подчеркивания нижнего регистра. Друзья, встречаем Musicast Sub 100. Сабвуфер представляет из себя фазоинверторный корпус, динамик у него 20 см, мощность 130 Вт, частота воспроизводимая от 28 до 300 Гц. Сабвуфер имеет на борту Musicast технологию, то есть он настраивается абсолютно так же, как Musicast 50 системы и Musicast 20. Также он может работать от аналоговых источников, у него на задней панели есть специальный разъем, позже я это покажу. На верхней панели единственная ручка управления — это громкость баса. Вот, все то же самое можно регулировать и с приложением Musicast. И давайте посмотрим, какие разъемы расположены у сабвуфера на задней панели. Что мы видим на задней панели сабвуфера? Слева находится клавиша включения, рядом с ней соседствует клавиша Connect для подключения к системе Musicast. Далее идет трикер включения сабвуфера, и следующее — это аналоговый вход, то есть если вы решите подключить устройство не через протокол Musicast, а аналоговым способом через миниджек 3,5 мм. Это может понадобиться, если вы хотите подключить его, допустим, к ресиверу или к какому-то другому аналоговому устройству. И последний разъем — это Network, разъем RJ45 для подключения сабвуфера по LAN. Итак, подводя сегодняшние итоги, давайте еще раз фокусируемся на основных особенностях этих колонок. Итак, что мы получаем, приобретая тот или иной комплект колонок? Ну, давайте остановимся на одной колонке. Допустим, вы купили Musicast 150, то есть вы можете ее использовать в комнате, где угодно, в спальне, на кухне. Она обладает стереозвуком, то есть у нее левый и правый канал разделенные. Если вам кажется этого недостаточно, вы можете докупить такую же вторую систему, скоммутировать их, они будут играть как стереосистема. Дальше, если вам это покажется мало, вы можете докупить сабвуфер в Musicast Sub100, получить систему Trifonic. То есть здесь уже, на самом деле, мало не покажется. Также вы можете их использовать как surround-колонки, если у вас, допустим, имеется в комплекте домашнего кинотеатра современный аудио-видеоресивер Yamaha, начиная с модели RXV485 и старше. То есть во время просмотра фильма вы просто приносите колонку в комнату, ставите ее позади вас, настраиваете в несколько кликов приложения Musicast Controller в специальный режим Musicast Surround. Ресивер определяет ее как наличие тыловых колонок, и вы получаете звук, приходящий вам физически с тыла. Вы посмотрели фильм, разлинковали колонки, унесли ее на прежнее место использования, все, у вас опять получились независимые системы. А также, благодаря технологии Musicast и ее последней генерации Musicast 2, вы можете наращивать количество колонок до нескольких десяток. Также это могут быть не только представлены здесь колонки, но и саундбары, аудио-видеоресиверы, и даже виниловый проигрыватель Musicast Vinyl 500. Акустическая система Musicast 50 может стать связующим звеном для всех устройств, имеющихся у вас в доме, будь то аудио-видео, компьютерная техника, да даже виниловый проигрыватель. Вы подключаете все либо по цифровым, либо по аналоговым входам, либо вообще беспроводно, и по сути у вас появляется такой некий домашний хаб развлекательный. Вы можете завести в несколько комнат, можете создать несколько систем, а все это прекрасно коммутируется друг с другом, и вы получите очень удобную для использования систем. То есть таким образом, эта колонка может стать, ну, в буквальном смысле, музыкальным центром вашего дома. Друзья, на сегодня все. Благодарю вас за внимание. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!